Битва при Бадре завершилась. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину, и мусульмане разгромили язычников, убив их главаря, фараона этой уммы. Известна история поэта, которого пленили при Бадре, и в итоге он участвовал в сражении при Ухуде, хотя пророк, салаллаху алейхи вассалям, взял с него слово, что он откажется от вражды с мусульманами. Когда его снова взяли в плен, то пророк, салаллаху алейхи вассалям, приказал его казнить. Наступила очередь битвы при Ухуде, в которой мусульман постигла поражение. В чем была причина этого поражения? Битва при Ухуде была противоположностью Бадру. И почему же? Потому что Аллах поставил условия для достижения победы. И из причин это повиновение Аллаху субханаху ата'аля. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не припирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения посланнику Аллаха, его семье и всем его сподвижникам. Мир вам и милость Аллаха, зрители канала «Голос истины». Это наша очередная встреча с вами, и мы продолжаем нашу серию, в которых мы поговорим о шариатской политике, почерпанной из пророческой жизни. В прошлой серии мы говорили о теме укрепления и построения государства в Медине. Также мы говорили о тактике, которой придерживался пророк, салляллаху алейхи вассалям, для основания этого строя. Будь то сфера экономики, политики или будь то социальная сфера или сфера внешних отношений. Сегодня, с позволения Всевышнего Аллаха, мы коснемся первой битвы, к которой пророк, салляллаху алейхи вассалям, готовился. Хотя в действительности он не был ее инициатором, а был вынужден прибегнуть к вооруженному отпору язычникам. Битва, о которой мы поговорим, вошла в историю как битва при Бадре. Об этой битве, а также о битве при Ухуде, мы сегодня поговорим. И мы рады нашему гостю Камалю Салиму, специалисту в области шариатской политики. Также доктор Кемаль Салим является лектором в Академии имама Малика. Добро пожаловать, доктор. Здравствуй, брат Нур-Удин. Доктор, в прошлых встречах мы говорили об укреплении основ государства и шариатского законодательства. Также мы говорили о новой идеологии, призванной для того, чтобы покорить сердца, и которую посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, установил среди сподвижников. Сегодня же мы поговорим о битве при Бадре, о её мотивах. И также, почему пророк, салляллаху алейхи вассалям, стремился заручиться поддержкой ансаров. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, и да благослови ты, приветствует Аллах нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. Битва при Бадре произошла во втором году по хиджре, и это было первое прямое столкновение между людьми веры и неверия. И поэтому Аллах, субханаху ата'алля, назвал её «альфуркан», то есть «различающее». В тот день Аллах, субханаху ата'алля, установил непоколебимое препятствие между верой и неверием, между истиной и ложью. Причинами и мотивами этой битвы послужили, как мы уже говорили, экономические мотивы. Мусульманам было необходимо перерезать торговый путь между Шамом и Меккой, который являлся экономической артерией, питающей материальное превосходство курайшитской знати. И когда их караван возвращался из Шама в Мекку, пророк, салаллаху алейхи ва салям, сразу же узнал об этом. И это говорит нам о том, что у него повсюду была агентура в Медине. Были глаза повсюду, и была разведка, которая снабжала его информацией. И также у него была агентура среди арабских племён, которые также снабжали информацией о передвижениях противника и его торговле. Это всё было работой штаба разведки, и это то, на что стоит обратить внимание государству в своём начинании. Как только весть дошла до пророка, салаллаху алейхи ва салям, он выдвинулся со своими сподвижниками навстречу врагу, и вскоре об этом прознал Абу Суфьян. Он был тем, кто возглавлял караван. Он послал весть курайшитам, призывая их выдвинуться ему на помощь и защиту. События дня битвы у Бадра довольно объёмные. И как ты знаешь, после того, как Абу Суфьян пошёл другим маршрутом, курайшиты решили выдвинуться в сторону Медины, в местность Бадра для сражения против мусульман. Они сделали это для того, чтобы все арабы не только услышали об этом, но и увидели их силу. Демонстрация военной мощи. Да. И битва при Бадре произошла. Конец и результат которой был за мусульманами. Аллах, субханаху ата'аля, даровал победу мусульманам над неверными. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, выходя в поход, стремился узнать мнение ансаров. Почему же? Потому что когда ансары присягали ему во второй присяге Акабы, они присягали ему на то, что они поддержат его в случае, если враг нападёт на них. То есть, если враг придёт извне? Да. Вся помощь и оборона была оговорена в пределах города. Однако в договор не входило то, что помощь будет оказываться за пределами города. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, не хотел их обременять, несмотря на то, что он был их амиром, а они были в его подчинении. И он мог просто приказать им. Однако пророк, салаллаху алейхи ва салям, учит нас тому, чтобы мы не присваивали право господства посредством несправедливости или диктата. Ведь подобный поход не входил в пункт присяги. Поэтому он и спросил их, потому что важна была их мотивация, их добровольное согласие. И это пример того, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, практиковал принятие совещательного решения во всех аспектах. Когда он советовался с мухаджирами, то ждал от них совета, говоря «посоветуйте мне, о люди», намекая на ансаров. После чего встал Саад ибн Муаз, сказав «ты имеешь в виду нас, о посланник Аллаха?» На что он сказал «да, я хочу услышать ваше мнение». Тогда он сказал «клянусь Аллахом, если бы ты предложил нам пересечь море, то мы бы пересекли его вместе с тобой, и мы не скажем тебе «иди ты и твой Господь и сражайтесь», как это сказали иудеи Мусе. После этих слов пророк, салаллаху алейхи ва салям, воодушевился, и битва состоялась. Так что в этом есть большая польза, и это практическое воплощение приказа Всевышнего Аллаха и советуйся с ними в делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха. И говоря о качествах верующих, Всевышний сказал «и между собой они советуются». Даже в вопросе с пленниками пророк, салаллаху алейхи ва салям, предпочитал советоваться со сподвижниками, не возвышая свое мнение над остальными. Несмотря на то, что он являлся предводителем, и ему принадлежало право главенства, но тем не менее он выбрал мнение сподвижников, которые говорили, что пленники могут быть выкуплены, что поможет усилить армию и внутренний фронт, так как у них была острая нужда в деньгах. Итак, вернемся к битве. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, был вынужден сражаться, иначе бы он просто вернулся в Медину, что многими людьми могло быть воспринято как слабость. Как проявление слабости. Да, и это впоследствии сильно сказалось бы на их положении в будущем. Это было бы моральным поражением для сподвижников и подвигло бы живущих вокруг Медины иудеев, лицемеров и арабов на нападение. Поэтому была необходимость в сражении. С учетом того, что они были в меньшинстве. Да, у пророка, салаллаху алейхи ва салям, не было выбора, кроме как сразиться с неверующими, которые прибыли в местность Бадр. Есть случай, который мы бы хотели осветить. Прибыв в местность Бадр, пророк, салаллаху алейхи ва салям, выбрал определенное место. И тогда к нему пришел Хубаб ибн Мунзир и спросил его, «О посланник Аллаха, выбор этого места не спасал тебе Аллах или это твое мнение, военная стратегия и хитрость?» На что он ответил, «Это мое мнение, военная стратегия и хитрость». Тогда он сказал, «Это не лучшее место. Оставь воду позади себя, а остальные источники воды следует закрыть». И тогда пророк, салаллаху алейхи ва салям, принял его совет, потому что увидел в нем мудрость. Дело войны опирается на опыт и на руководителя, который прислушивается ко всем. И он должен раскрывать способности и видение подчиненных. Когда же пророк, салаллаху алейхи ва салям, услышал мнение и идею рядового воина, он не стал им пренебрегать и не стал говорить, что это не сработает, потому что правильная идея и стратегия спасет войско и станет спасением для государства. Та маленькая умма, которая собралась вокруг пророка, салаллаху алейхи ва салям, остро нуждалась в правильном решении, от кого бы оно ни исходило, будь то сам пророк, салаллаху алейхи ва салям, или рядовой воин. Руководству необходимо прислушиваться к мнениям подчиненных, независимо от того, каков их статус, не возвышаясь над ними и не проявляя высокомерия, так как в принятии правильных идей будет достигнута общая выгода. Это, как мы говорили прежде, подтверждает необходимость шуры, совета и его реального применения. Именно так пророк, салаллаху алейхи ва салям, советовался со сподвижниками и придерживался их советов, если это помогало достигнуть цели, несмотря на то, кто его предлагает, будь то известный руководитель или рядовой воин. И в этом пример того, как руководство должно прислушиваться ко всем и принимать решения в соответствии с общей выгодой для уммы. После завершения битвы пророк вернулся с пленниками. И он советовался с Абу Бакром и Умаром, как лучше поступить с пленниками. В итоге он согласился с мнением Абу Бакра, сказавшего, что пленники могут себя выкупить. Однако по пути пророк, салаллаху алейхи ва салям, приказал убить двоих пленников. Да. Если не рассматривать, кем являлись пленники, которых было велено убить, то как можно оправдать данное решение с политической стороны? Нет сомнений в том, что в исламе есть правило войны, хорошо обходиться с пленниками, несмотря на их неверие. То есть у нас есть этика поведения даже во время войны. И она в корне отличается от того, как поступает наш враг. И с нас требуется проявление этой этики и нравственности по отношению к нашим пленникам наилучшим образом. Как сказал Всевышний Аллах, они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих. Они говорят, мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Однако пророк, салаллаху алейхи ва салям, не ставил всех пленников в один ранг. При его возвращении с битвы вместе с 70 пленниками были Надр ибн Харис и Укба ибн Абимуайид. Эти два человека были главарями зла и причинения страданий пророку, салаллаху алейхи ва салям. Что касается Надра ибнуль Хариса, то каждый раз после того, как пророк, салаллаху алейхи ва салям, призывал людей Мекки к исламу, он приходил и рассказывал людям всякие истории из различных книг, а затем говорил, чем же Мухаммад лучше меня. То есть в противовес он рассказывал свои истории. Да, его методы были похожи на методы современных медиа. Способ медийной борьбы против ислама. Да, он пытался запутать людей и в то же время во всем вредил пророку, салаллаху алейхи ва салям. А что касается Укбы ибн Абимуайида, то в один из дней он подошел к пророку, салаллаху алейхи ва салям, когда тот молился и бросил ему на шею внутренности животного. Он часто вредил ему и оскорблял его в своих речах. Так что они являлись главарями зла. Поэтому как правитель он мог наказать их в соответствии с тем, как сам посчитает. То есть казнить, помиловать или же взять выкуп. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, считал их главарями зла и смут и решил, что наказание в отношении них должно быть суровым. Это решение было обусловлено еще и тем, что государство только формировалось. И снисходительность к таким персонам могла быть воспринята ими как слабость, и они могли вновь вернуться к причинению вреда. Известна история поэта, которого пленили при Бадре. И в итоге он участвовал в сражении при Ухуде, хотя пророк, салаллаху алейхи ва салям, взял с него слово, что он откажется от вражды с мусульманами. Когда его снова взяли в плен, то пророк, салаллаху алейхи ва салям, приказал его казнить. Почему? Потому что он, как и те двое, были отъявленными лжецами, с которыми бесполезна снисходительность и мягкость. Беспокоясь же о судьбе оставшихся пленников, пророк, салаллаху алейхи ва салям, увещевал сподвижников, чтобы они хорошо с ними обращались, и когда они прибыли в Медину, он распределил пленных среди сподвижников, выделив одного или по двое в зависимости от их возможности их содержать. Он завещал им хорошо с ними обращаться, так что обращение с неверующими в исламе разнится от человека к человеку. Может примениться казнь или заключение, в зависимости, каким методом будет достигнута общая выгода и устранен вред. В определенных случаях пленников милуют, в определенных берут выкуп, в определенных казнят, но в общем мы должны хорошо относиться к пленникам. Битва при Бадре завершилась. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, вернулся в Медину, и мусульмане разгромили язычников, убив их главаря, фараона этой уммы. Если говорить в общем, были ли достигнуты цели, к которым стремился пророк? Салаллаху алейхи ва салям. Конечно же, победа принесла плоды успеха, как в самой Медине, так и за ее пределами. Что касается самой Медины, то эта победа подняла дух сподвижников и дала ясное понимание того, что у мусульман появилась сила и отношения с мучриками уже не будут прежними. А что касается арабских племен, живших в окрестностях Медины, то они сразу поняли, что исламское государство представляет собой реальную политическую и военную силу, с которой необходимо считаться. Они видели, что прежде непобедимые курайшиты повержены, а их лидер убит. А что касается живших в Медине иудеев и лицемеров, то по мере того, как государство мусульман укреплялось, росла их ненависть. Потому как они ожидали, что курайшиты придут и искоренят это государство. Однако, когда победа оказалась за мусульманами, это только увеличило их печаль и ненависть по отношению к пророку салаллаху алейхи ва салям и его сподвижникам. И эта ненависть не исчезла ни на протяжении всего призыва, ни на протяжении последующих веков. По завершению битвы пророк салаллаху алейхи ва салям действительно стал военным предводителем в регионе. И это произошло по причине достижения всех поставленных целей, в том числе и военных. Само же исламское государство заявило о себе как о силе, интересы которой необходимо учитывать. Наступила очередь битвы при ухуде. Да. В которой мусульман постигло поражение. В чем была причина этого поражения? Может его причина плохая стратегия, или же отсутствие способности управления битвой, или из-за того, что силы противника превосходили силы мусульман? Каковы действительные причины, приведшие к поражению? Как мы говорили, победа при Бадре была в руках Аллаха, и она дарована от него, а не по причине самих сподвижников. Потому что если смотреть по мирским меркам, то 300 воинов не способны одержать верх над более чем тысячей воинами, так как у последних больше сил. Но в битве при Бадре главным источником силы была вера. Эта вера, которая сподвижникам не была известна прежде, и, по их мнению, исход сражений должен быть за теми, у кого было превосходство в численности воинов, в количестве верблюдов и коней. Но это все было раньше. Битва при Бадре сломала все известные с прошлых времен стереотипы. Как мы уже говорили, превосходство язычников было значительным. Но несмотря на это, мусульмане победили, разгромив их армию, обратив их в бегство и пленив 70 человек из их числа. Никогда прежде подобное не случалось. Так что же переломило ход битвы? В битву вмешался новый фактор. И что это за фактор? Это была вера. И подобное мы видели в Египте Раби Уль-Ауаль, то, как побеждает народ, который голыми руками вышел против деспотичного правителя, который уже давно угнетает уму в течение 30-40 лет, владея всей армией, спецслужбами и всем, чем пожелает. В его руках была вся экономика, финансы. И несмотря на все это, та малая часть людей, которая вышла, не обладая ничем, смогли лишь словом, храбростью и силой веры свергнуть египетскую тиранию. Сила веры творит удивительные вещи. Когда народ руководствуется верой, его не может повергнуть никакая сила, никакая армия. Сегодня община нуждается в том, чтобы наполнить себя верой, укрепить себя истинным знанием о том, что она побеждает врагов не посредством многочисленности и силы, а только посредством веры. Если у нас будет крепкая вера в Аллаха и связь с ним, и надежда на его помощь, то мы победим врага, несмотря на его силу и мощь. И все битвы ислама были таковыми. Сначала и до конца. Посмотри, когда мусульмане твердо держались за эту идеологию, они победили сильнейшие армии и повергли Персидскую и Византийскую империи, несмотря на свою малочисленность и превосходство врага. Так что эта умма не побеждает посредством численного превосходства, а побеждает она только лишь посредством веры в Аллаха, создавая все необходимые материальные причины. Битва при Ухади была противоположностью Бадру. И почему же? Потому что Аллах поставил условия для достижения победы. И из причин это повиновение Аллаху. Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не припирайтесь. А не то вы падете духом и лишитесь сил. Так что припирательство, разногласие и отсутствие повиновения Аллаху, стало причиной поражения. Неудачи и поражения. Также припирательство из-за мирского, соперничество из-за трофеев стало причиной поражения. И это то, что коснулось мусульман в битве при Ухади. Когда они ощутили горечь поражения, они задались вопросом. Почему это нас постигло? Им пришел ответ от Аллаха. Скажи, это от вас самих. То, что произошло при Бадре, его полная противоположность, то, что произошло при Ухади. Была допущена ошибка. Ошибкой было невыполнение повелений пророка, салаллаху алейхи вассалям. Как известно, группе, состоявшей из 50 лучников, он приказал, чтобы они не покидали место дислокации. Даже если они увидят, что мусульман хватают птицы. Или даже если они увидят, что сражение завершилось, и мусульмане собирают трофеи. Однако, когда сподвижники увидели, что неверные, бросив все, обратились вспять, они решили, что битва окончена. И стали спускаться для сбора трофеев. И тогда Халид имнуль Уалид, да будет доволен им Аллах, а в то время он еще не был верующим, совершив обходной маневр, напал на мусульман с тыла. И случилось то, что случилось. То, что произошло при Ухади, произошло по причине ошибки и упущения со стороны мусульман. И если бы они не ослушались веления пророка, салаллаху алейхи вассалям, то битва могла завершиться в их пользу, как это произошло при Бадре. Однако, как только они ослушались его приказа, они были разгромлены курейшитами. Как известно, войны ведутся с переменным успехом. День за тебя, день против тебя. Если брать причины религиозные, то нет сомнения в том, что по воле Аллаха победа все равно будет за тобой. Но если не делать этого, то в таком случае победа будет за тем, у кого больше ресурсов. Если резюмировать, то должны ли подчиненные следовать за установленным курсом правителя? Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Повинующийся мне повинуется Аллаху, а ослушавшийся меня ослушался Аллаха. Повинующийся правителю повинуется мне, а ослушавшийся правителя ослушался меня». Поэтому повиновение правителю – это повиновение пророку, салаллаху алейхи вассалям, и Аллаху субханху ва тааля. Повиновение должно быть в дозволенном. Когда же мусульмане нарушают приказ своего амира, идут вразрез с его требованиями, будь то в состоянии мира или войны, то нет сомнений в том, что последствия ослушания и препирательства непременно их постигнут. Если во время войны у каждого рядового воина будет своё мнение, то каким образом они смогут одержать победу? Без сомнений, что это будет причиной поражения и неудачи в любой армии. Так что разделение и препирательство, и разногласие с правителем являются из причин потери сил. Та реальность, в которой мы сегодня живём. Много различных имамов и шейхов говорят, что послушание нынешним обладателям власти является обязанностью. Да. В пользу этого утверждения среди прочих доводов они приводят довод о том, что когда сподвижники ослушались пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, то их постигло несчастье. Насколько это утверждение состоятельно? Во-первых, кто этот правитель, которому следует повиноваться? Мы должны определиться в этом. Правитель, которому следует повиноваться, это тот, кто повинуется Аллаху субханху ва тааля и устанавливает его шариат. И следует пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. А что касается правителя, который пришёл к власти, не устанавливая шариат Аллаха, то нет повиновения такому, кроме как в пределах того, на чём строится жизнь людей. Некоторые из современных правителей вышли из религии, а некоторые надели на себя одеяние ислама как украшение. Так что мы повинуемся правителям в том, что не противоречит шариату Аллаха. Как говорил Абу-Вакр, да будет доволен им Аллах, когда стал халифом, повинуйтесь мне, в чём я повинуюсь Аллаху. И если я ослушаюсь Аллаха, то с вас снимается обязанность повиноваться. Да. Когда тебя атакует враг, то не стоит вопрос подчинения или ослушания правителя, так как с уммы требуется защищать свою честь, религию и имущество. А если, допустим, какой-либо правитель потребует атаковать соседнюю страну и ввести против неё войну, то нет повиновения такому правителю, исполняя его личные амбиции и прихоти. Сегодня правители страны атакуют соседние мусульманские страны, принуждая участвовать в ней всех. Как ты можешь сражаться против мусульман? Исходя из какого шариатского довода ты повинуешься правителю в сражении против своего брата-мусульманина? В таком случае нет повиновения творению в ослушании Творца, есть повиновение только в одобряемом. После постигшего мусульман поражения пророк, саллиллаху алейхи вассалям, также был ранен. Какой след это оставило на укладе жизни в Медине и политике исламского государства? По этой битве есть несколько замечаний, которые можно упомянуть. В битве при Ухаде в рядах мусульман появилась брешь, по причине того, что Убай ибн Салюль откололся от войска с третьей частью. Да, он откололся. И вернулся обратно в Медину. До этого численность войска была около тысячи, а осталось воинов немногим больше шестиста. Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не остановила это от того, чтобы продолжить движение в сторону Ухуда, к месту сражения. Он прислушался к предложению сподвижников, которые предложили сражаться за пределами Медины, вместо того, чтобы оставаться в ней. Это было вызвано тем, что необходимо было показать то, что решимость мусульман не ослабилась из-за предательства лицемеров. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, решил придерживаться решения о сражении против врагов. Своим поступком Абдуллах ибн Убай ибн Салюль пытался посеять сомнения и обратить вспять два больших племени Аус и Хазрач. Тогда Аллах, субханху ва тааля, не спослал аят насчет лицемеров. Когда два отряда среди вас готовы были пасть духом, Аллах был их покровителем. Пусть же на Аллаха уповают верующие. Расчет лицемеров был на то, что Аус и Хазрач отколятся от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и в армии мусульман останется 200-300 сподвижников. Однако Аллах укрепил эти племена. В этом моменте можно видеть, что опасность, исходящая от внутреннего врага, гораздо серьезнее опасности, исходящей от внешнего врага. Его опасность выше, потому что он бьет по внутреннему фронту. И в дальнейшем темы опасности, исходящей от внутреннего врага, мы коснемся при рассмотрении битвы урва. Так что вина лицемеров в ослаблении уммы всегда была чрезвычайной. И раны, нанесенные лицемерами, не менее болезненны, чем раны, нанесенные явными врагами. Враги ислама, когда уже не способны достигнуть своих интересов посредством прямого столкновения, всегда прибегают к нанесению удара по внутренним рядам, посредством пятой колонны из лицемеров и предателей, которая возникает повсюду, где есть опасность того, что мусульмане сплотятся под исламским знаменем и перемещаются по телу этой уммы. Думаю, для тебя не секрет, что иудеи сегодня сформировали целую армию из числа в кавычках мусульман, чтобы внедрить их в умму и терзать ее изнутри. В Тель-Авиве открыт «Исламский» университет. Это не значит, что они там преподают исламские науки для мусульман. На самом деле, этот университет основал Массад в 1956 году. То есть почти… Больше 50 лет, почти 70. Представь, какова функция этого университета. Она принимает туда молодежь только лишь из числа иудеев. Обучает их религии ислам и наукам шариата, и методологиям обучения. И всем предметам, давая студенту все, что ему необходимо знать об исламе. Только учат они их сквозь призму сионистской пропаганды. Также они изучают арабский язык, читают Коран, сборник Бухари, муслима и фикх. Затем их посылают в арабские страны. Как мусульман. Как шейха и призывающего. Даже так. Умми сегодня необходимо знать, вокруг кого стоит сплотиться. Пусть не обольщают тебя чьи-либо знания и регалии, слова и лозунги, или то, что такие в качестве довода приводят Коран и Сунну. Мы обязаны покопаться и выяснить, кто они такие и откуда взялись. Мы не должны довольствоваться только лишь тем, что такой-то оттуда, такого-то зовут так-то. Ведь этот университет уже более 50 лет выпускает своих шейхов и призывающих к исламу. А по сути, они бьют по исламу изнутри. И то, что сегодня мы наблюдаем из искажений, это как раз плод деятельности этих группировок. Это не ново. Ведь еще в Медине лицемеры, действуя под исламскими лозунгами, разрушали умму изнутри. Поэтому исламскому руководству необходимо знать этих деятелей, выясняя их происхождение, идеологию и практику. Сейчас много правителей, которыми обольстились. А мы и понятия не имеем, кто они есть. Откуда они пришли? У одного иудейские корни, у другого родство с ними. Мы не знаем, кто они и откуда прибыли. Умма следует за ними, поощряя, восхваляя и возвеличивая таких. Будто таково из рода пророка, салаллаху алейхи вассалям, из Бану Хашим. Это очень опасно, и мы должны поразмыслить над этим. Пример битва Ухуд, когда одной из причин поражения являлось наличие внутренних врагов. И таких сегодня гораздо больше, и они наиболее опасны. Что касается твоего вопроса, то пророк, салаллаху алейхи вассалям, по окончанию битвы на следующий день собрал всех сподвижников, участвовавших в Ухуде, и направился в очередной поход в Хамрау-ль-Асад и стал преследовать курайшитов. Чтобы не показать слабости. Да, чтобы не показать слабости и внутри Медины, и за ее пределами. И в этом ему помог Абу Маабад Аль-Хузяй. Этот человек сыграл большую роль в разобщении курайшитов, сказав им, что он проехал мимо лагеря Мухаммада и его сподвижников. И он видел, что они собрали очень большую армию, которую прежде не видывали, и он желает вам отомстить за Ухуд. Мы это называем дезинформацией. Он в тот момент был многобожником, и руководители должны извлекать пользу из всего, что возможно. Даже если кто-то не является мусульманином, но может содействовать мусульманам в их делах. Его помощь принимается. Поэтому руководство должно использовать все возможности. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, этим решением стремился поднять боевой дух сподвижников, даже несмотря на то, что кто-то из них был ранен, кто-то опечален вчерашним поражением. Спустя день после поражения, после смерти своих братьев, они вышли в поход Хамра-уль-Асад, чтобы жители Медины и ее ближних и дальних окрестностей знали о том, что они все еще сильны и преисполнены решимости сражаться с врагом за возвышение слова Аллаха Всемогущего и Великого. Мы можем подвести итог нашего урока тем, что победа исходит от Аллаха Святого на Велик. На понимании этого должны быть сосредоточены как мусульмане, так и их амиры. Также необходимо построение внутреннего фронта, способного погасить инфекции и метастазы, разрушающие умму изнутри. Также мусульмане должны правильно выстроить внешний фронт, адекватно отвечающий на внешние угрозы. Дорогой доктор, мы благодарим тебя за эту встречу. Зрители канала «Голос истины», до новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok